Когда-то в экономике появилось такое понятие «жизнь после нефти». Речь идет о экономических доктринах, которые принимали страны, получившие неожиданно сырьевой допинг. То есть, те страны, которые думали о том, на чем, на основе каких факторов выстраивать развитие, когда эта самая нефть кончится. Сразу оговоримся, что, к большому сожалению, далеко не все страны всерьез работали над доктриной «жизнь после нефти». Вот точно так же сегодня перед российской экономикой, бизнесом, просто перед людьми, становится вопрос о жизни после вируса. Понятно, что сегодня многочисленные информационные потоки, мутные, прозрачные, неважно какие позитивные, негативные, они затмевают все это. Но понятно, что в эти же критические дни выкристаллизовывается какое-то новое будущее, возможно, то, что называется новой реальностью или, по-моему, бывший наш премьер-министр ввел такое понятие «новой нормальностью». Об этой новой нормальности мы поговорили с Германом Клименко. Напомню, что это председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-помощник президента России по вопросам интернета и, можно сказать, один из отцов-основателей русского интернета, автор и совладелец огромного количества инфраструктурных важнейших интернет-бизнесов. Герман отличается характером весьма непростым, прямым. Многие его любят и многие не любят, заодно и то же он говорит то, что думает. Ну, вот такое странное свойство у человека есть. И его оценка перспектив очень жесткая, очень радикальная, зачастую, скажем, не гуманитарная, не социально ориентированная. Из серии «да, будет так». Я думаю, что очень многим людям, которые уже выплали из пучины сиюминутных потоков и как раз-таки начинают думать о том, а как жить, а как работать, а как зарабатывать, а как выстраивать свой бизнес. Этот разговор будет, ну, как минимум, дополнительным фактором, дополнительной пищей для этих размышлений. Начнем, в общем, с темы, которая всех волнует. Правда, они все сплелись. И я вспоминаю старый такой замызганный уже анекдот, когда два эксперта встречаются, и один говорит, слушай, объясни мне, что происходит. Скажи, что происходит. Второй говорит, я сейчас тебе объясню. Не объяснить я сам могу. Ты скажи, что происходит. Это известный анекдот, но сейчас он действительно уже ушел в разряд. Все так вот. Да, но вот у меня вопрос примерно это. Что происходит? Я имею в виду, с точки зрения, не только экономики, но и... Не менее, наверное, издрызганный термин «идеальный шторм». И ты, и я, мы прошли какие-то предыдущие кризисы, много. И каждый раз мы думали, ну, вот не то, чтобы дальше не будет. Мы понимаем, к чему-то, кстати, готовимся. А происходит другое. А происходит каждый раз другое. То есть каждый раз весы переворачиваются, вот эти песочные, каким-то хитрым образом. Да, когда, ну, не то, чтобы мы не ждали жопы, да, то есть ждали, да, то есть нефть куда-то упала, что-то тут еще, санкции. Мы понимаем, да, но вот откуда-то прилетает, есть такой еще рассказ, Лукьяненко вам написал, как стать писателем. Он всем честно говорит, вы, когда пишете, так как вы первый раз пишете, вы, соответственно, графоман, и вы в первом же акте убьете своего героя, да, потому что вы загоните в нерешаемый, да, поэтому пишите сразу фэнтези, да. Почему фэнтези? Потому что можно в конце главы, когда жопа полная, да, и тут появляется женщина с белым порошком, да, то есть вот. Или, например, как в фантастических фильмах, любимый сериал Вавилон 5, там, Варп 5, да, то есть его никогда не было, но вдруг он появился, да, в следующей серии объясните, да. Это ощущение, что каждый раз, да, то есть мы вроде бы все устроили, везде поставили себе такие старушки, да, там, 10% откладываем на вот этот случай, 10% на это. На это покупаем золото, на это покупаем квартиру, да, тут и так далее, в общем, куда-то двигаемся, и вроде бы мы наконец-то сели, захомячковались, да, то есть вот наконец-то в это гнездышко все обложили, и вдруг сверху падает кирпич. Государства научились справляться с кризисами, да, ну вот в медицине есть такая история, пока ты нарыв не взрежешь, да, ничего не произойдет. Мы с тобой помним, что все последние кризисы, они были не очень страшными, они знают, что у меня кошка в доме была, да, она когда зимой, она приходит к балкончику, говорит, хочу пропукаться, я открывал балкон, она забегает, да, а через 5 минут обратно, да, то есть не 10 минут, не до, а вот мы так же кризисы все проходили, чуть-чуть брюшко вспорули, но не до конца, но проблема в том, что чем дальше мы заводим болезнь, тем хуже причина. Раньше кризисы все происходили, государства действовали не согласованно, так же вся эта расходилась паника, это как бы одна часть, а вторая часть, я где-то хороший прочитал термин, даже не могу честно процитировать, хотя очень хочется. Теория забора, да, ты построил забор вокруг своей фазенды, сзади там дикая растительность, там негодяи размножаются, они говорят, ты с ними борешься, и все хорошо, у тебя вырастает популяция свинюшек, хрюшек, все она хорошая, породистая, да, но чем дольше стоит забор, тем слабее популяция, и когда забор падает, наступает то, что происходит сейчас. И с такой термин давно не было войны, да, генералы, вот я в армии служил, у меня еще, я как повал еще в молодости, я видел еще боевых генералов, да, когда после войны все боевые генералы, которые могли развернуть часть там голосом на расстоянии 5 километров, да, то есть пойти там в танковую атаку, да, то есть, ну, в общем, они были заменены на паркетных шаркунов, да, то есть, причем они, конечно, заменялись постепенно, да, и мы с тобой знаем уровень конечной деградации, это когда самолетик сел на Красную площадь, да, это была полная, финализированная деградация, которая приведет. Она привела, по сути, к революционной истории, когда там, ну, там еще совпали, тоже идеальная была история похорона, да, то есть, кстати, буквально позавчера вспоминал, встретил в ленте фейсбука похожую ассоциацию на похороны Брежнева, когда Москву закрыли, когда Андропов закрыл, ну, на три дня закрыли Москву, прямо вот такая вот она и была, да, то есть, единственное, что у магазина работали, да, вот, так вот, ощущение, что одновременно рухнул забор, одновременно, да, то есть, рухнул забор, да, и на нас набросились те истории, которые мы как-то к ним, ну, кто бы мог не предсказать, мы же настолько расслабились, да, то есть, ну, во-первых, то есть, это, значит, импатентная власть не в том смысле, они очень шикарно умеют манипулировать друг с другом, но генералы не те, это не, мы можем, ну, я извиняюсь, давай так страшную вещь скажем, это Берия, которая построила атомную промышленность, да, то есть, нет Берии, они, конечно, что-то жертвуют, но они, почему-то, жертвуют нами, то есть, у них нет внятной стратегии, да, потому что люди больше трясутся за свое брюшко, никто не выходит с конкретными какими-то историями, вот мы оказались в идеальном шторме с рухнувшими заборами, с негодным руководством, не в смысле негодным, оно хорошее, но в том смысле, в котором высшее образование, да, все есть, опыта нет, вот все это собралось, и рухнувший забор, и не способны к работе генералы, и деградируют, то есть, вот вся вот эта система вдруг выяснилось, что, да, еще люди, люди оказались, люди твари, мы получили иллюстрацию, причем наглядную, что в инфляции, ну, извиняюсь, аналогичный термин, в инфляции все, как мы говорили, 90% психологии, я думал, как же так, 90% психологии, ну, подумаешь, там люди захотели покупать валюту, да, за неделю до вот всех этих наших страшилок, да, я еду, не захотелось покушать, я люблю очень барашку, да, то есть, есть такой ресторанчик на Новом Арбате, там совершенно чудесный супчик пить, да, если они переживут эту историю, обязательно туда схожу, да, то есть, там горошек нут, баранинка развалина, переносит, знаешь, такой лучок, перец, люблю пожать, дело хорошее, захожу в ресторанчик, новый Арбат, будни, никаких карантинов, ничего, то есть, ну, то есть, конечно, уже идет Китай, уже идет паника, я захожу, Александр пустой, как это эффект первое, первое, не работает, правильно, да, то есть, пустой, а я как-то знаю, что я все-таки не могу сказать, что я отключен от действительности, да, то есть, ну, вот как-то вот, разворачивается, мы работаем, 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 я один кушал в ресторане, но смысл же истории в чем? не было санкций. Люди все сами только услышали про вирусы. Дело в том, что когда сейчас, может, не очень хорошую вещь скажу, но предприниматели плачут. Я видел это выступление девушки из Андерсона, она на колени перед Путиным вставала, спасите нас. Она только одно мне сказала, что жопа началась до всех этих историй. Никаких историй с карантином. Трафик, падение трафика на 80% у рестораторов произошло до всей этой истории, как только началась эта история с вирусом. Люди очень пугливые. И фитнес-клубы, они закрылись, их приказом закрыли. Они сейчас бегают и говорят, государство помоги нам. Но сдохли они. Не за государство. Сдохли они две недели раньше, когда люди просто перестали в них ходить. И я просчитываю то, что будет будущее, и оно меня пугает. Не может испугать будущее, которое другое. Вот если бы оно меня испугало, если бы оно было таким же, оно, допустим, неважно, оно явно каким-то другим становится. Я знаю, мой товарищ из Сити, у него 700 метров, консалтинговая компания, моего же возраста немножечко в маразме. То есть, он должен людей видеть. 700 метров платит ежемесячно 2 миллиона рублей, консалтинг. Где-то чуть-чуть налоги, где-то еще что-то. Классика жанра, жучок такой остался. 700 метров. К нему приходят его людишки. И говорят, сидите, сидите. Они сами себя убивают. Очень тонкий момент. Сами себя убивают. Сидите, единая система кондиционирования. Коронавирус придет. Мы все сдохнем здесь. Не хотим корчиться, как в этих фильмах. Отпусти нас домой. А мужик, мы с ним регулярно общаемся. А как ты управляешься программистами дистанционно? Еще тонкий момент. Он говорит, это все неправильно. Надо человека видеть, его иметь прямо здесь на месте мозг. Перешел, поставил себе. Люди пришли, ты ничего не можешь сделать. Никто не может устоять перед толпой людей. И бизнесмены тоже. Он вынужден был отпустить по домам. Он научился зумить. Увидел их в Битриксе. А в Битриксе там все прочее. Ты заходишь, ты видишь, чем человек занимался. То есть внезапно оказалось, что если люди разъехали, система контроля улучшилась. И сейчас остался на 50 метрах секретарши. А люди еще до них не дошло. Что у них наступила жопа. Потому что дистанционная работа совершенно другая история. Во-первых, легче увольнять. Нет ничего лучше, чем уволить сотрудника, который его глаза не видел. Во-вторых, заставить себя работать, это тема такая, я тебя уверяю. Это же надо самостоятельно. Вот я о чем говорю. И вот оценивая перспективы всех бизнесов, я вообще не видел, чтобы в один день закрылся вообще направление. В один день закрылось конференционное направление. Ты понимаешь, какая-то была индустрия. Окей, Ермин, ну тут простой вопрос. А почему не воспринимать это как временный форс-мажор, а потом, мол, все пройдет и в какой-то вот такой же день. Нет, здесь две точки. Подожди, нет, есть две точки. Форс-мажор. Но представь себе, что завтра мы вдруг все поверили, что все закончилось. А скажи мне, пожалуйста, ну ведь люди же на конференции уже собираться не будут. Почему? А у них память в голове про коронавирус. Когда они начнут собираться? Так вот, представь себе, что сейчас эта картина сегодня закончится. Шансы на восстановление в старое время есть. Я всегда говорила, что в месяце если два, в мае все закончится, мы в той же кофемании или в барашке сядем, возьмем шампусика, выпьем. Чуть-чуть изменится собственность. Чуть-чуть изменится собственность. Владельцы кто-то потеряет, кто-то уйдет. Но кардинально, конечно же, ничего не изменится. Но теперь представь себе, что мы перекатим через лето и придем в осень. И мы не сможем войти в нормальный режим. Конференционный, ресторанный, фитнес-клубовский. Вот и будем привыкать жить в новой реальности. А в новой реальности для нашей индустрии все прекрасно. Это можем отдельно задать мне вопрос, я тебе отвечу почему. Для моей индустрии, интернетовской индустрии все офигенно. Рост игроков, рост потребителей у Битрикса сейчас потрясающий навал людей. Спрос на все цифровую историю просто кратно вырос. Более того, государство наконец-то, то есть я опять же говорю, если завтра все изменится, то мы опять вернемся к этому безумному вопросу доставлять лекарства или нет. Мы опять вернемся к идиотскому вопросу, телемедицина должна быть или не должна быть. К осени мы придем к тому, что все будет с технологической точки зрения все красиво, но обратного отката уже не будет. С точки зрения здравого смысла у нас есть какая-то точка до начала лета, где мы, если закончится вся эта истерия, наверное, мы вернемся... Ну да, медицина это хорошо, государство добавит денег в бюджеты медицине. Потом скажет, ну да, и IT тоже неплохо, надо бы все-таки с кабелями разобраться, чтобы поширше было. И вообще полезно все это. И образование вдруг внезапно выясняется, что образование инстанционное неплохо. То есть все только выяснилось, что у нас, понимаешь, парадоксально, стартап, а у нас нет своих сервисов. Есть только один Zoom, в котором сейчас все школьники сидят. И тогда государство задумается, а ведь действительно, потом подумает, что, может быть, конечно, надо как-то разобраться, что, возможно, глобальная экономика, это все-таки неправильно, таможенное регулирование. Таможенная же всегда была не для сбора денег, а для того, чтобы твой рынок как-то существовал. И, может быть, вот это вот, что в Китае делают все, не так хорошо. Но это все произойдет через два месяца, если мы уйдем из этой линии Атаки. А если мы не уйдем, то к осени, ну, во-первых, это, понятно, продлится уже дальше, зима, Новый год, до следующей весны. За это время у нас будет какое-то новое общество. Может быть, это будет вариант Гатаки. То есть там действительно будет и хороший мониторинг людей, да, и прекрасная история с контролем, да, то есть там будет другая жизнь. Окей, ну, подожди, вот такой момент. Вот ты из нее явно выпадаешь, я это по глазам вижу, то что ты говоришь, а я, наоборот, наслаждаюсь. Я сейчас мышлю банально. То есть у тебя суббота, у меня четверг, я про это. Да, я думаю, что у всех, как у меня примерно сейчас. То есть оптимистический или такой взгляд, ну, более такой приземленный, сейчас такой примерно. Окей, конференции перенесли все, вот сейчас мои знакомые на финансовом рынке, организации, которые, там, конец мая, начало. Не-не-не, пусть они сразу туда, все туда. Думаешь? Конечно. Даже не обсуждаем. Окей, тогда второй вопрос. Неделю продержались. Президент сказал всем не работать, но оставил оплату труда за счет предпринимателей. Неделю продержались. Что спасает эту историю? Да. Две недели продержимся. Дальше что? То есть тот вариант, о котором ты говоришь, это второй шок уже, может быть, не столь вирусный, сколь экономический, да? Шок вот от сознания, что все надо отменять. А дальше? То, о чем мы с тобой говорили 5D-фирм, то, что мы можем наблюдать сейчас в Америке. Они впереди нас на, там, 20 дней, по-моему. Впереди в чем? По распространению вирусов, с последствиями. Ну, то есть, ты знаешь, мы же действительно, сейчас мы с тобой еще сидим в студии, самоизоляция, бла-бла-бла, но мы еще как-то можем что-то делать. Когда ведется карантин полноценный, да, то есть все это заканчивается, мы сидим по домам, и, ты знаешь, происходит процесс роста безработицы. Потому что выясняется, что, ну, ты вот уже даже сейчас далеко не ходи, просто у людей есть запасы денег. Что такое было 5 тысяч фитнес-клубов? Ну, наверное, в каждом из них человек по 20 работало, да? То есть, пожалуйста, вот тебе 100 тысяч человек, 20 тысяч ресторанов. Конечно, кто-то из них остался наружу выставки, но люди начинают экономить деньги. Они больше 10-15% выручки не соберут, да? И ты можешь взять 20 тысяч, умножить, там, человек на 30, да вот тебе, пожалуйста, еще 600 тысяч. Экономика колоссальная. Мы, наша власть не понимает до конца сейчас, но это все не понимают, я тебя уверяю, все не понимают. Понимаешь, 20 лет назад у нас не было, вообще бы пережили бы все это не парить, да? Производство средств производства, производство средств потребления, да? У нас выросла огромный пласт потребительской экономики. Мальчик-бариста с девочкой из фитнес-клуба на каршеринге на арендованную квартиру с Airbnb едет совокупляться и кушать с помощью Яндекс.Еиды. Это и есть экономика. Вот этот цикл, да? То есть, один бариста запускает колоссальный цикл. А сейчас происходит резкое схлопывание денежной массы. Потому что денежная масса, когда говорят, ну как же, ЦБ печатает, коллеги, мы совсем забыли. Оборот. Оборот. Да. Триллион выпущенных денег. Триллион выпущенных денег, умноженное на 100 и на 1, это в 100 раз меньше. Мы сейчас сдохнем просто. То есть, потому что денег стало физически меньше. То есть, их не так. Их осталось ровно столько же, сколько было на счетах с точки зрения здравого смысла. Но в этом и заключается талант гений Карла Маркса. Он же об этом говорил. Что чем больше оборот, тем больше денег. Это концепция, которая не въезжает в голову очень многих людей. И мы убрали баристу из уравнения. Вот, знаешь, вот это вот, мне кажется, очень важно то, что ты говоришь. Потому что недавно у нас телезритель говорит. Я говорил о том, что пищевая цепочка полетит, и мы не можем до конца просчитать, скажем, последствия. И человек искренне говорит вот таким советским машинам. Ну вот эти туркомпании, да кому они нужны, только богатенькие. Ну, не будет бариста какой-то, он весь в наколочках. То есть, он умеет сварить себе кофе 16 сортов. С соевым молочком. На двойной прожарке зерен, слабая прожарка. Под тройным давлением, да. Вырезать тут, я не знаю, сцену из Камасутры нарисовать. Знаешь, когда вот сверху там, да. Что он делает? Это и есть экономика. И вот мы не можем этого признать до сих пор. Наше общество, вот американское, почему они бьют тревогу? Они это очень хорошо понимают. Да, у нас есть гандикап, колоссальный гандикап. Надо об этом говорить честно. На 70 процентов государственной экономики. Так или иначе завязано на государство, да. И понятно, что если и учителя будут получать деньги, и медики будут получать деньги, и денег это и печатать можно, это не играет роли. Пихать их некуда будет. Ты знаешь, мы не знаем, как пойдет будущее, да. Поэтому здесь тоже, знаешь, чем пользуются люди, которые вот начинают свято верить, святой коронавирус, ради него все должно быть зарезано. Мы не знаем, как это называется событие, но возможно имело смысл везти в ресторане не больше десяти человек. Все-таки жизнь, она должна продолжаться. То есть, мы сейчас зарезали. Ну, а все-таки с людьми-то что будет? Потому что в твоей версии это миллионы без работы. Ну, что будет? Что будет? Они-то как будут спасаться? Есть место, где всегда, в любой момент времени любой может устроиться. Прям любой. Сиделкой. Колоссальный дефицит сиделок. Пожалуйста. Ради Бога. В медицину идти. Там грязная работа. Еще раз. Есть масса работы, которые действительно есть, понимаешь, за которую как-то платят. То есть, надо признать, что это колоссальный кризис, от которого государства нас спасали. Мы забыли, что это 90-е годы. Мы даже забыли талоны. Бычки продавали в баночках. Помнишь, была такая история? Страшно вспомнить. Сейчас кто-то рассказывает. Я сыну рассказываю. Он говорит, пап, такого не может быть. Я говорю, ты не понимаешь. Когда все фабрики встали, да? И все инженеры стояли и ждали. Вот сейчас все баристы стоят и ждут, что завтра они же важны. Понимаешь? То есть, во-первых, еще при этом каждый узнал свою значимость. Да? То есть, они думают, что они важны. И государство что-то сделает. Спасет. Я тебе даже объясню, почему меня так бесит история с Андерсоном, да? То есть, с хозяйкой Андерсона. Ну, потому что нельзя у власти. Власть, она сама по себе. Надо просить то, что можно решить. Реальная история – это арендные платежи. Это прям конкретная история. То есть, государство не сможет всем накидать денег. То есть, к сожалению, когда мы начинаем просить у власти много фигни, то мы и не получаем ничего. То есть, как только ты превращаешься в КПСС, да? Ты физически денег не хватит. Поэтому основная проблема будет у людей в том, что они привыкли, они выросли в этом. Это очень важно. Да? То есть, когда я Борисе скажу или девочке фитнес-инструктору скажу. Слушай, ну ты знаешь, пока фитнес-клубы годик не работают, да? Давай в дом престарелых. Ну, она пошлет. Там недобор. Так? Нет-нет-нет. Ну, пока да. Но через там месяц пойдет. Я тебе говорю про то, что есть пласты работ колоссальных и социальных. Зато, кстати, государство платит. Не всегда плохо этим. Могут сказать, что соцработники – это одна из самых востребованных и дефицитных историй. В Москве не хватает тысячи столов, по-моему. А деньги, кто будет производить на оплату эти государства? Государство платит. Государство платит. А как? Откуда оно производило раньше-то, извини? И сырья. Ну, и упрощенные. Не сырья, а Борис-то все. Это же тоже экономика. Ну, да-да. Но теперь их не будет. Ну, слушай. Ну, коллапс денежно-масса мы проходили в разных историях, да? Я уверен, что была бы работа. Что для вас значит цифры 24-7-12? Код от сейфа? Дата рождения или годовщина свадьбы? Порядковый номер очередного документа в архиве? Для нас это время свежих экономических новостей. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Все самое важное на портале finversia.ru Окей, значит, мы, если упрощенно, мы можем подразумевать, что огромная часть должна менять, так скажем так, мировоззрение вместе с профессией, да? Второе. Готовиться все-таки куда к беднее жизни, чем сейчас, чем мы привыкли в определенном смысле, да? Но возникает вопрос, который в самом начале ты говоришь, есть ли вирус? Вот сегодня общество еще и умудрилось вирус превратить в некую такой очередной жупел, вокруг которого еще и уже морально-эмоциональные отношения. Одни говорят, карантин – это здорово, так вам всем и надо, вообще молодцы. Другие говорят, это нарушение свободы, вообще нехорошо, только вот ограничениями пытаться решить проблему. Третьи говорят, что вирус – фейк. Четвертые, что мы все умрем, да? Что наказание. Я недавно у нас на канале прочитал, значит, в комментариях, что вирус запустил Путин, что это его вот такая подлая игра, такой гениальный злодей, значит, против мира. Зачем, правда, Путину, видимо, чтобы нефть уронить, чтобы его власть была менее обеспечена. У них в головах шеофрения такая, знаешь, 24, 25, 30. Да, ну это жизнь. Мы вот в этом живем и все это видим. А все-таки, ну ты же тоже говоришь, есть ли вирус? В каком плане есть ли вирус? Есть два вируса, это очень важно, два. Один – мозговой, второй – реальный. Реальный есть. У него действительно есть проблема, он действительно работает, он действительно выбивает людей из ритма, он действительно работает на пожилых. Не вопрос. Но вот соразмерность цены, которую платит общество за результат, вот, например, дело в том, что, если ты такую вещь скажу, любопытно, недавно так ее как-то прочитал, она вроде очевидная, но вот есть плацебо, да? Термин плацебо, знаешь, вот как дебет и кредит, есть такой термин нацебо. Нацебо – это отрицательная история. Мы с тобой должны утвердить, как мы с тобой мировоззренчески умные люди, что если дебет и кредит существуют, что если плацебо помогает, то и нацебо губит. И сейчас идет огромный социальный эксперимент. Мы оценим последствия только тогда, когда пойдет вторая волна. С чем будет сравнивать? Ну, потому что сейчас непонятно, как измеряется, непонятно, где измеряется. Методология действована только для одной стороны. Сравнивать методологию учета в России и в Италии бессмысленно. Более того, это даже не злой умысел, это система здравоохранения. Мы вообще имеем первый вирус в онлайне, понимаешь? Который соживет самостоятельной жизнью. Люди жаждут графиков. Представьте, как мы посещаем из этих сайтов с графиками. Я сам хожу каждый день. И получается парадоксальная история. Люди начинают внимательно обращать на свое здоровье внимание. И начинают сами теребить систему здравоохранения. А дальше вопрос. Удастся ли удержать систему здравоохранения в незаваленном состоянии? Ты же знаешь, когда паника, там уже все. И когда мне говорят, что сейчас Собянин подло выгнал москвичей из Москвы. Я говорю, коллеги, вы себе даже не представляете, если бы он запер москвичей. Это же не москвичи. У нас половина приезжих из всех этих областей, которые живут черт знает где, черт знает как. Которые непонятно, они будут нервничать. Мы до бунтов отойдем. Как раз им дали возможность всем уехать. Все отъехали на дачу спокойно. Разгрузилась система здравоохранения. Освободились больнички. Вероятность того, что заболеют там, сколько из-за скученности. И сколько здесь. И людям приходится выбирать жертвовать. Ну если, например, в Москве бы заболело миллион. А отъехавшие там будет всего совокупности вообще со всеми 300 тысяч. Что ты будешь выбирать? Вообще у правильной власти, у боевых генералов нет выбора. Надо выбирать 300 тысяч и не париться. Ну то есть ты считаешь тогда, что власти поступили правильно? Скажи мне пожалуйста, ты лично признаешь, что наша медицинская система хорошая, если у нас погибнет? Ну будет сравнимо с Германией. Да или нет? Если в сравнении с Германией? Да. Если в сравнении с Германией? Да. Если в сравнении с Германией мы пройдем, ты же признаешь, что медицина наша в целом что-то умеет. А я тебе уверяю, я когда развернул дискуссию, дальше началось. Ну потому что если вдруг, да, это кризисная ситуация. Так только для этого работает государство. Государство не обязано за нами везде жопу потирать. Более того, мнение о системе всегда, знаешь как, есть равноуровневое. Если мы с тобой спустимся вниз, мы с тобой увидим, ну давай финансовую тему тебе более близкую, да, что там Набиулина, стерва, ничего не понимает, заливает деньгами. Но если ты поднимешь себя чуть выше, да, то ты видишь, что этот человек, да, принял хозяйство после убитого Козлова, да, ну глобально, да, то есть, да, уничтожил обналичку. Ну, понятно, Мишустин, великий человек, я же не спорю, сделать совершенно чудесную онлайн его налоговую систему, но извини, кто уничтожил обналичку в стране? Кто набрался мужества и хлопнул мастер-банк? И вот эта вся история, да, то есть, она вот так вот перемешана, да, то есть, вот. Ну, окей, но тем не менее, вот у меня простой, пониже немножко спущусь на уровень. Спущусь, пожалуйста. 50 умерших, 50 трагедий, безусловно. Я не понимаю взаимосвязи все-таки между 50 умершими, 50 трагедиями и моей, ну, как бы созданием мне условий, при которых стоит вопрос выживаемости моего дела, рабочих. Даже если, даже больше того скажу, прямо сегодня в России, ну, сегодня, возможно, нет, меньше ездят, прямо сегодня умерло на дорогах 50 человек или 100, в зависимости от того, как считать, а мы в этом году потеряем 20 тысяч трупов на дорогах, мы приобретем порядка 100 тысяч инвалидов жесткач, да, то есть, которые прям совсем жесткач, и ни ты, ни я даже не подумаем написать петицию о запрете автомобилей. Да, конечно, вот об этом я и говорю. А, ну, я тебе могу добавить следующую историю еще раз. Мы имеем дело с социумом. Мы вынесли дискуссию из патологоаномички в общество. Ну, есть дискуссии, которые должны проводиться внутри специалистов. Ну, например, историки могут долго до посинения спорить о роли Берии в экономике России. Вот я его упомянул, наверняка кто-нибудь из слушателей скажет, Клименко, тварь, конченая, он защищает двери. Я не защищаю, я констатирую факт. Мы имеем факт, что конкретно этот человек отстроил атомную промышленность. Хорошо это или плохо, мне говорят, ну, цена вопроса. Я говорю, я не знаю, я хочу добавить, что в основе современной медицины, ты же знаешь, какие лежат документы, изъяты из концлагерей, где проводили эксперименты на людях. Об этом никто не говорит. Вся наша фарма. Неприлично. Неприлично, но пользуется. Потому что нельзя выкинуть, нельзя отринуть эту историю, потому что если есть данные, надо ими пользоваться. Поэтому у нас примерно такая же история. Мы сейчас имеем некое моделирование. Сейчас вообще, конечно, раздолье для психиатров, раздолье для тех, кто изучает действительно социум. Каким образом формируется. Почему в барашке я был один, прости меня, пожалуйста. Туда ходят точно люди, которые нормально зарабатывают деньги, которые играют на бирже, которые все знают про риски. Которые все вообще понимают. Почему они сказали, на всякий случай я не пойду в ресторан? Ну, вот это на всякий случай убило этот ресторан. Хорошо. Ну, я понимаю, что это упрощение, но тем не менее, если бы я сказали... Дайте, пожалуйста, совет, что делать в туру индустрии, что делать в финансовой индустрии, что делать в индустрии развлечений, индустрии ивентов и так далее. В очередной раз были поделены люди на удачников и неудачников. Знаешь, это хороший анекдот, да? А эту половину мы выкидываем. Почему? Зачем нам неудачники? Это гора. Как мы с этим разберемся? Это очень плохо звучит. Это очень некрасиво звучит. Но тем, кто не ходил в цифру давно, то есть те, кто был олдскульным, тем, кто... Ну, у кого нет компетенции, потому что сейчас в цифре есть какие-то работы, какие-то шансы, какие-то истории. Потому что в конце концов мы все сейчас потребляем, ты же будешь куда-то вещать, потом у тебя будет какой-то дизайнер, потом будет еще... Вот, извини, но тут... Еще раз, очень важно. До нас тоже докатится. Рестораторы находятся в позиции, и живые позавидуют мертвыми. Но есть чуть лучшая история, когда до нас точно докатится, хотя, может быть, и нет. Тут сложный вопрос, потому что просто смещается пол рекламодателей. То есть появляется... Прямо видно, как появляются новые рекламодатели, появляются игры, появляются... Извини, перебью все-таки. Так вот, тем, кто оказался насмахнутый, кому не повезло, им уже никаких советов дать, к сожалению, я не могу. Ну, потому что нету их. А те, кто в индустрии, у нас, я думаю, что с лагом там месяца два, доходы упадут процентов на 20-30, в чем ты понимаешь, что сравнить с остальными, это счастье. То есть, условно говоря, знаешь, как в кризисе, я говорю, если мы останемся все остальные с нулем, хотя хоть любые деньги будут, значит, ты победил. Ты потом можешь захватывать территорию. Слетела вся поразительная экономика. То есть, та экономика, которая не могла загрузить реальным сектором людей. Да, то есть, ну, баристы нужны, для того, чтобы они обслуживали девушек из фитнес-клубов, чтобы они обслуживали Airbnb, чтобы они обслуживали аренду помещений, чтобы это бабушке попадало, она сдавала квартиру по часовку, там, да, для их этой истории. То есть, мы внезапно сжались. И да, это скажется на нас. Не так катастрофично, у кого-то катастрофично, у кого-то не очень. Яндекс всегда был, знаешь, как богатые богатеют, бедные беднеют. Причем, тут будут богатения с уменьшением выручки, они будут захватывать рынок. А при подъеме задача удержать. То есть, ну, как капитан Гарри. То есть, такое же было уже не один раз. Вот в этой части выживания после кризиса, я не думаю, что будет что-то новое, кардинально. То есть, вот именно понимание, что и все равно придет солнце, все равно наступит рассвет. Просто вопрос в том, ты, когда мы придем на дно, останешься с долларом, неважно, доллар, миллион долларов, десять тысяч долларов, да, либо ты уйдешь в минус. Если критическая масса в минус уйдет, то и доллар не поможет тем, у кого он остался. Нет, доллар поможет. Почему? Если будет масса критическая. Можно я тебе скажу пример свой? То есть, вот когда был банк, у меня давно-давно времена, там, 98-й год. Ты же помнишь, когда все было, полный холодец, банки начали падать, у меня маленький банчок, но я вел всегда аккуратно себя. То есть, вот. И за день, и банки там просто курс так себя вел, джу-джу-джу-джу-джу-джу. И когда все нормализовалось, да, я остался, у меня был банк, у меня было активов на 5 миллионов долларов, а живых денег осталось 3 тысячи. Ну, просто, чтобы ты понимал, да. Я должен был приостановить работу на следующий день. Но выглянуло солнце, и я запустил обменный пункт. Тогда был курс, понимаешь, 6-9, 7-11, да. Маржа была гигантская. И, ну, в общем-то, я тебе могу сказать, что за бурном месте. В Талмуде написано, заработанное 10% раздай на помощь, 10% отложи, пока не женился, да. То есть бизнесмен должен, да, ну, или как арендатор квартиры, да, который задает в аренду, от того, что он получил, должен отложить на ремонт. Ну, знаешь, как, там же все просто, да. Если ты будешь заниматься откладыванием, да, то выяснится, что цена аренды на квартиру вообще непонятна. Я понял, но ты сейчас хочешь сказать, что вот как бы ты все пела это дело, так поди попляши, да? А ты, например, сейчас как-то со мной не согласен? Не очень. А ты хочешь, чтобы... Подожди, подожди, а ты хочешь, да, я сейчас образно. Ты хочешь, чтобы ты красиво кушал в кофемане, да, ездил по вечеринкам, да, пил хорошее вино, там. Что ты любишь, кстати, скажи, пожалуйста. Некогда, к сожалению. Не, вот, неважно. Подожди, не надо сейчас, я же сейчас образно к тебе говорю, да. Пил хорошее вино, там, чизн 18-летний, да, то есть вот. Хорошо. А потом, когда, ну, что-то случилось, да, то есть у тебя был канал доходов, и ты его спокойно на себя тратил, да. А потом что-то случилось, ты говоришь, так, Путин, отмени мне налоги, ты что, с ума сошел? Ты вот так хочешь? Ну, дело не в том, чтобы помочь мне. Просто отойди в стороночку, создай новые места и перевезь туда людей. Пожалуйста, ради бога, кто тебе мешает. А пока создается? Ну, слушай. Что делать с ними? А пока создается все дело с налогами. Почему отмени, почему не снись? Можно вопрос? Можно я тебе хочу задать вопрос? У тебя канал называется «Социальная забота о гражданах». Нет? Нет, я наоборот. Возможно, у тебя канал называется «Жизнь престарелых». Нет, да? Может быть, у тебя канал называется «Как прожить на 10 тысяч рублей в городе Москве». Нет? Нет. А, извини, о чем тогда ты со мной говоришь? Если меня позвали туда... Подожди. Подожди. Ты сейчас передергиваешь. Причем передергиваешь, как любая либеральная вот эта история. А как же? Я говорю, подождите, подождите. Мы сейчас с вами находимся в определенном слоевом, культурном, чьего с 18-21-летним. Вот мы в этом слое находимся. И в этом слое я не вижу никаких проблем у таких, как ты. Сейчас мы разделились с тобой. Когда я говорю о таких, как ты, у бизнесменов, которые сейчас остались без заказов. Коллеги, рынок всегда есть. Всегда есть рынок. Всегда. Он может быть беднее. Он может быть... Знаешь, я, честно говоря, недавно попробовал 12-летний чем-то, когда ты любил, придется привыкать. А теперь, когда ты говоришь про людей, тоже возникают две истории. Тоже ты не передергивай, пожалуйста. Есть те, кто все это переживет и вообще ничего проблем не будет. Это те, что до 20 лет. За их миллениалами, кем угодно, 90-е годы. Я, конечно, помню, мне надо очень сильно напрячься, чтобы вспомнить, как это было ужасно, как талоны были ужасно. Потому что возраст предполагает некоторые небрежения некоторыми историями. И мы с тобой давай не будем рассматривать 70+. Там другие заботы, другие проблемы. И как-то на содержание денег хватит. Они уже давно на пенсии. Государство обошляет. На пенсию хватит, еще раз. Мы не говорим на хорошую. У нас остается действительно сложная социальная прослойка. 35-45. 50. Вот эта вот часть. Что с ними делать? Особенно те, кто вошел... Ты знаешь, это проблема кадров. Она такая же проблема кадров. Куда пойти на работу человеку 45-50 лет? И мы с тобой тоже знали, что всегда была работа. Москвичи просто не хотят работать водителями троллейбусов. Не хотят работать дворниками. Не хотят работать сиделками. Я тебе уверяю, я в эту нишу окунулся. Дефицит хороших сиделок. Белых, известно, что уже так скажу, расистских. Готовых работать колоссально. В Москве 60-70-80 тысяч рублей с дементной старушкой легко. А что сразу? Что не так? А не так одна вещь? А тебе хочется баристы вырисовывать? Извини, вот эти вот ухозерки. А вдруг это какой-нибудь обеспечивал старушке эти деньги на сиделку какой-нибудь барист? Еще раз. Это не важно. Будет не 80, будет 70, будет 50. Это работа. Подожди, подожди. Любая экономика начинается с работы. С цикла. Есть цикл. Просто сейчас этот цикл мы отдали гражданам Киргизии. Я думаю, когда у нас сейчас спрос начинается. Не с работы. Спроса. Не важно. Работа же на спрос. Я тебе говорю, что есть масса работ, которые сейчас занимают люди, которые в целом, кстати, по России этой проблемы нет. Знаешь, когда у нас стройка встала, я приезжаю по Тулу, а там строятся. Потому что у них никогда не было инвестиционного строительства, строился под заказ. У них все они пережили. Что под тополе этого полопа. Возможно, они даже регионы нас смотрят и тихо офигевают. Единственное, что их сейчас беспокоит, мне тут звонили, мы делали интервью с Ростова-на-Доно, что их связь плохая. Ну, по каналам. А все остальное, они просто офигевают. Потому что они, конечно, за нами все повторяют. Ну, это, извини, Россия. Кстати, в мире тоже сейчас тоже. Ты же не можешь не повторить, иначе тебя сметет вот эти люди, которые инфляции создают. То есть, понимаешь, они тебя сметут, потому что ты окажешься негодяем. Каждый труп будет на твоей совести. Лучше перебдеть. И вообще проблема, на самом деле, самая серьезная. Если честно, гораздо серьезнее, чем все. Знаешь, какая? А кто себе это говно отменять будет? Сама система наверху, когда насильно отбирается от населения, она живет по своим законам. И она думает, а вот если я сейчас отменю карантин, а кто-то умрет. Меня же потом снесут, они же только за это переживают. Это очень важно. И это не наша проблема. Не наша. Это общая мировая. Мы сейчас находимся в этой стадии. И кто-то должен будет подать первый пример. Ну, Трамп вроде как достаточно. Ковбой в этом плане. Вот недавно, то, что я сейчас разговаривал, пока ковбой-то... Он ковбой, но у него уже там... Ну, смотри, динамику. Есть какой-то накат людей, которые никто не сможет. Понимаешь, проблема? Даже мы сейчас с тобой разговариваем. Пока у нас погибло 9 или 14 человек умерло. Сколько там сейчас цифр, какие свежие идут. Мы понимаем эти цифры. Представь, все пойдет по итальянскому сценарию. Да у нас тут само общество парадоксально заставит у каждого подъезда поставить по сотруднику правительственных органов и всех, кто выходит, на месте прямо убивать. Хотя уровень эффективности этой истории, согласись, люди любят очень простые решения. И они требуют в ужасе. Они начинают требовать. Ты знаешь, у меня ощущение, я начинаю понимать, я никогда не могу понять, как это было по ветре, когда сжигали ведьм. Это же бред. И люди тогда... Ну, читаешь Шекспира, читаешь воспоминания. Они в целом-то были, но... Они также у них был такой же словарный запас практически. Они, конечно, не знали, что такое TCP и IP. Интернет и YouTube-канал. Но в целом они были вменяемы. Но потом дальше они вдруг начали сжечь ведьм. Потому что люди, когда боятся за свое здоровье, видимо... Вот еще раз говорю, это вот тоже сейчас происходит, надо какие-то учебники психиатрии давать. Власть понимает, что если она пойдет против, обоснованно или не обоснованно. И вот в этом как раз нужны воевавшие генералы, которые должны брать на себя ответственность, принимать решения, потом разбираться с последствиями этих решений. То есть пока... Мне действительно... Ты меня спросил? Мне пока нравится. Они берут на себя ответственность. Они пытаются отвечать, они обманывают. То есть понятно, что когда объявили и выезд из Москвы, то есть все понимают, чем закончится. Пожалуйста, у тебя картинка есть. Но люди на примитивном уровне хотят верить в лучшее. Они уехали из Москвы, им пообещали деньги. И ситуация решается. Да, потом, когда сейчас выезд у нас до 14-го продлится. Ты же понимаешь, что дальше будет? Нет. До 25-го, до 30-го. Что? Продляться. Все это будет продлеваться. Потом просто ведется карантин, когда напишут софт. Поэтому вы выходите по QR-кодам. Это факт. И мы готовимся сразу, что месяца на полтора, на два мы выпадаем из этой истории. То есть мы вынуждены наследовать мировой тренд. Мировой тренд. Карантин. Мировой тренд. Закрыть город. Весь мир оказывается такой же. Понимаешь? Появилась бизнес-модель. Бизнес-модель. Не бизнес-модель. Как я хочешь. Информационная модель. Город на карантине. Все должны повторить эту историю. Если ты этого не сделаешь, тебе скажут. Россия-то, смотрите, не современная. Она виновата. Да, у нас есть гандикап колоссальный. Да, с точки зрения колоссальный опыт сейчас в онлайне копится по лечению со всего мира. Это важно. Технологии лечения они имеют. Даже то, что у нас нет лекарств, но само по себе вовремя изолировать, вовремя. И организм может даже справиться, если правильно кормить, правильно еще что-то. Это действительно правда. У нас гандикап колоссальный. Но это совершенно не значит, что у нас как-то пойдет по-другому. Вирус, он на то и вирус. Мы сейчас уже находимся в позиции испанки, но с более-менее понятийным здравоохранением. Мы хотя бы понимаем, что происходит и что нужно для этого делать. Во времена испанки никто не понимал, что делать. По крайней мере... Ну, то есть ты думаешь, что объемы будут сравнимы с испанкой? Могут быть. Про зараженных нет. Во-первых, слушай, подождите, любой эпидемиолог скажет. Все переболеем. Возможно, и ты сейчас переносишь коронавирус, и я переношу коронавирус. Не все узнаем, да? Не все узнаем его. Где-то в Бруклине взяли подряд тысячу человек на дороге просто и взяли тест. 50% больных. Что значит больные? Мы всегда носим себе вирусы. Тут не надо ничего, не паниковать, не убирать. Ну, просто вот, более того, большинство даже не замечает, что они болеют. Пришел вирус, ушел вирус. И пока это не пройдет, да, то есть, ну, знаешь, как это иммунизация, ну, мы сейчас с тобой будем говорить на тему медицины, о которой ни я, ни ты, ни... То есть, я, конечно, с врачами часто общаюсь, но имеется в виду, что я больше про поведение, наверное, да? То есть, но имею в виду, что само по себе мы все переболеем, никто не пересидит, карантин нужен для одной истории, чтобы не задохнулась медицинская система, она справлялась с поступающими, нужно, чтобы система здравоохранения не задохнулась. Карантин нужен для того, чтобы они все переболеют. Они просто эти 10 тысяч, если они, допустим, умирали, они не должны были умереть, на всех должно было хватить ЭВЛов, а есть, и даже больше того, и там ЭВЛы не всегда нужны, там, когда никто не опускается в подробность, там же нужно ЭВЛ поставить, потом вытащить, потом нужно прокашливаться, потом надо переворачивать человека, чтобы он лежа, там еще есть риски, ну, там много-много разных историй, да, то есть, это целая процедура, да, которые, вот у меня очень много знакомых, которые с родственниками проходили, и у кого-то удачные, у кого-то неудачные, да, вот там, это прямо процесс, и вот он в Германии поставлен, а в Италии нет, и в этом плане вопрос всегда в том, у тебя врачи работают в режиме форс-мажора, ты понимаешь, ни один врач не может обслужить 100 человек, но 10 может, поэтому либо мы ему все обеспечиваем, мы сейчас, мы не на карантине сидим, мы не спасаемся от коронавируса, невозможно спастись, то есть, мы обеспечиваем, чтобы врач смог справиться, потому что в противном случае он попадает в, ну, ты понимаешь, да, этому 10%, ну, то есть, в общем, лошадь, она все равно сдохнет, ее можно, знаешь, как ты либо кормишь ее, чтобы она хоть как-то, а вот все, все, и все помирают, поэтому, возможно, в этом, но мы это выясним потом, сейчас, в этой зоопарке, вообще весь мир в зоопарке, не мы, мы здесь, я так примерно знаю, то есть, не надо сейчас ходить наши, даже, я бы сказал, в сравнении с другими, даже не так плохо, потому что все остальные вообще не понимают, куда они попали, у них забор был на 40 лет дольше, чем у нас, вот о чем речь, и поэтому здесь, соответственно, надо готовиться к тому, что это на месяце на полтора, на два, если мы хотим, чтобы мы пошли, если мы хотим по германскому сценарию, то мы должны идти по пути, который, ну, еще раз, не потому что, а потому что, чтобы у врача, там, у Проценко, то есть, у нее хватило коек, чтобы у Вечерки хватило коек в 15-й Филатовской, которая переоборудована, чтобы Медси, которая сейчас запускает 600 коек, хватило коек, если хватит, да, то мы справимся с этой историей. Понятно, что, вот, мы выцепили, знаешь, ты же понимаешь, везде существуют какие-то истории, да, то есть, вот даже на рынке акций есть же индекс, да, а внутри этого индекса всегда есть у кого-то хорошо, у кого-то жопа, да. Вот мы выцепили сейчас жопу и показали ее всем. Хорошо это с первой точки зрения или нет, я не знаю, мне кажется, не очень хорошо. С другой стороны, ты понимаешь, что в следующем году, по-аналогике, все будет гораздо спокойнее. Но мы впервые увидели в онлайне, ну, представьте себе, что сейчас вы показывали, скажете, помнишь, 600 секунд было? Представляете, сейчас прямо в онлайне труп на дороге и сразу вы фотографировали. Труп на дороге, я тебе уверяю, пройдет там буквально недолго, да, и люди потребуют, чтобы там, ну, снесли автотранспорт. Ну, мы можем себя так настропались, понимаешь? Ну, конечно. Вот так получилось. Поэтому здесь, мне кажется, не надо сильно, то есть это не хорошо, не плохо. Знаешь, как я всегда говорю, в этой колее от нас с тобой уже ничего не зависит, эта колея будет идти, принцип ее понятен, никаких там особых, на мой взгляд, колебаний туда-сюда нет. Есть неочевидность, да, то есть неочевидность, она заключается в том, почему к нам так поздно пришло. Я не верю, знаешь, в замыслы, что, знаешь, как у нас говорят, никто ничего не считал, тут я не верю в эту историю, потому что она слишком системна, да, в той же Ухане, когда мы разговаривали с китайцами, они такие же раздолбай, как мы, да, то есть, но когда у них начали падать люди, тогда они запаниковали на улицах прямо, да, то есть у нас такого не было. Вот у меня один из руководителей часто говорит, что да, у него было завышенное еще месяца за три назад обращение по воспалениям легких, без каких-то, ну, тебе вдруг, ну, идут люди со воспалением легких, ничего смертельного нет, но воспаление легких. Угу. В воспалении легких, ты же знаешь, в обычном режиме, если, конечно, в больничку положить, это здорово, но если мы говорим про форс-мажор, мы вообще многие переносим на ногах. Угу. Вот. И, соответственно, то есть вот буквально вот прям недавно разговаривал, говорит, да, у меня там три месяца, как можно посмотреть статистику, да, то есть завышенная была. Может быть, мы уже там были давно, но еще раз, но ответить на эти вопросы можно быть только после того, как все закончится. Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. финверсия.ру делает экономику понятной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok